Сейчас у нас будет специализирована такая тема. Господин Мадебеков, пожалуйста. В агрометеорологической информации у потребителей с учетом их специфики и новый формат бюллетеня засуд. В последние годы в Казахстане отмечается повышение культуры земледелия и активное внедрение научно обоснованных и экспериментальных методов возделывания сельскохозяйственных структур. Вместе с тем зависимость сельхозпредприятий от погодных условий не снижается. Напротив, применение современных технологий в сельскохозяйственной отрасли требует больше актуальной агрометеорологической информации. Из всех наблюдающихся на территории страны неблагоприятных условий погоды наибольший ущерб наносит засуха. Основная угроза засух состоит в том, что они распространяются на значительные территории и могут приводить к гибели растений на территории всего административного района, области или даже региона. При этом развивается явление постепенно из-за дефицита влажности, воздуха и осадков повышенного фонотемпературы и длительном сохранении антициклональной погоды. Помимо проведения анализа потребностей в агрометеорологической информации у потребителей, целью исследования было проведение опроса пользователей информации и оценка удовлетворенности потребителя существующей формой обслуживания национальной гидрометслужбы для разработки рекомендаций по улучшению качества услуг для сельскохозяйственной отрасли. На данный момент для снижения риска и смягчения последствий засухи Национальная гидрометслужба выпускает следующие виды продуктов. Это мониторинг засухи на основе гидротермического коэффициента селянинова подекадно и эжемесячно. Вероятностный прогноз засухи на месяц на основе стандартизированных индексов осадков. Тормовые предупреждения о возможности возникновения засухи. Прогноз запасов влаги почвы перед началом весенних полевых работ. Прогноз оптимальных сроков села, яровых, зерновых культур. Прогнозы погоды на 2-3 дня, на декаду и на неделю. Долгосрочные прогнозы погоды на сезон. Прогноз будущей погоды на весну, март, май выпускается в феврале, на лето, июнь, август, в мае, на осень, сентябрь, ноябрь, в августе и на зиму, декабрь, февраль, в ноябре. Вся аналитическая информация и прогнозы выпускаются в виде отдельных справок с подробным описанием и результатами расчетов. Здесь необходимо отметить, что в течение двух последних лет вся продукция предоставляется заинтересованным потребителям безвозмездно и максимально открыто. Сегодня любую информацию можно узнать на официальном сайте Национальной гидрометслужбы, в специализированном приложении для фермеров Агродата, в социальных сетях. Также вся информация предоставляется заинтересованным госорганам. В целях оценки удовлетворенности существующей формы обслуживания гидрометслужбы проведен опрос пользователей. Всего в опросе участвовали 12 респондентов. Опрос проводился анонимно путем онлайн-тестирования с использованием Google формы. Ссылка была опубликована в телеграм-канале сообщества «Союз поливодов», на главной странице приложения для фермера Агродата и рассылалась через представителей сельхозпредприятий. Ответы не привязаны к логину респондентов и результаты ответов обрабатывались как простая статистика. Большая часть опрошенных специализируется на выращивании зерновых культур. 16% опрошенных ведут смешанное сельское хозяйство. Более половины участников опроса, 59% – крестьянские или фермерские хозяйства. 25% – представители товарищей с ограниченной ответственностью, кооперативов или командитных товарищей. И по 8% пришлось на крупные предприятия и субъекты малого предпринимательства. Таким образом, опросом по возможности широко охвачены пользователи различных форм ведения хозяйства и практически все полностью или частично заняты производством зерновых культур, имеющих широкое распространение в северной части Казахстана. Способ анкетирования можно считать достаточно объективным. По результатам опроса была получена следующая информация. Используются ли прогнозы погоды при планировании агротехнических мероприятий или других работ? Каким сервисам отдается предпочтение? Определены наиболее востребованные виды услуг и степень удовлетворенности прогнозами? Предпочтение пользователей в форме и содержании агрометеорологической информации? Степень зависимости пользователей от неблагоприятных условий погоды? Чтобы прояснить ситуацию относительно популярности среди аграриев, платных сервисов и частных инферстанций, в вариантах ответа на вопрос, каким сервисам отдается предпочтение, предложены следующие варианты. Использую информацию Казгидромета, в том числе приложение Агродата, подписан на бесплатный сервис, использую данные своей метеостанции, использую всю доступную информацию, не использую агрометеорологическую информацию. Таким образом, из числа опрошенных 34% используют в работе информацию Казгидромета. 58% используют всю доступную информацию и лишь 8% подписаны на платный сервис. Ни один из респондентов не подтвердил наличие собственной метеостанции в хозяйстве, хотя известно, что интерес к легким автоматическим станциям крестьянские хозяйства проявляют. Наиболее популярной среди потребителей информации являются информации о фактической погоде, прогнозы погоды на период до трех суток, неделю и месяц. Большинство опрошенных, 67%, всегда используют в работе прогнозы погоды на неделю и месяц. 17% используют периодически и еще 17% ответили, что используют редко. Информация о фактической погоде или прогнозы в ближайшие трех суток интересует агрария чуть меньше, но также эта продукция весьма популярна. Ответы распределились следующим образом. Использую всегда 50%, использую периодически 25%, использую редко 25%. При планировании агротехнических мероприятий часто потребители используют в своей работе фактические запасы продуктивной влаги, почвы и суммы активных и эффективных температур. 42% используют их регулярно, 33% периодически, а 25% ответили, что хоть и редко, но используют эти данные. Почти аналогично используются прогнозы оптимальных сроков СЕВА и агрометеорологических условий уборки урожая. На рекомендованные гидрометслужбой даты СЕВА всегда ориентируются 33% опрошенных, периодически используют 42% опрошенных и только четверть фермеров редко его используют. В период уборки агрометеорологическими условиями всегда интересуются 25% опрошенных, 42% периодически используют, 33% используют редко. В то же время весьма полезные в период посева прогнозные данные весеннего увлажнения почвы всегда используют лишь четверть опрошенных респондентов. Половина из них периодически используют, 17% только иногда, а 8% и вовсе игнорируют прогноз. Несмотря на то, что выбор способа посева с использованием знания о влажности почвы обычно гарантируют удачные вводы, фермеры продолжают не доверять прогнозам. Еще более неожиданным стал тот факт, что несмотря на то, что практически все опрошенные ответили, что наибольшую опасность для хозяйства предоставляет засуха, прогнозы засухи всегда используют в работе лишь 25% опрошенных, 42% используют редко, 25% иногда, а 8% не используют вообще. Причинами такого недоверия к предоставляемой продукции оказались следующие. Только 27% опрошенных удовлетворены качеством прогнозов. Более половины ответили, что не могут опираться на прогноз в полной мере, а 18% опрошенных качеством прогнозов не удовлетворены. При этом причина такой оценки используемой агрометеорологической информации, как ответили респонденты, в следующем. 50% ответили, что оправдываемость прогнозов низкая, 33% отметили малую заблаговременность прогнозов, 17% не могут применить информацию в своей работе. По результатам опроса потребители не могут в полной мере опираться на прогнозы из-за их низкой оправдываемости. Следует отметить, что речь в основном идет о долгосрочных прогнозах погоды и роста растений, поэтому достичь их высокой оправдываемости при нынешних достижениях науки невозможно. По мнению большинства участников опроса, при предоставлении агрометеорологической продукции в первую очередь необходимо повысить их доступность и применимость. 42% доступность, то есть возможность получения информации в любой точке страны, 34% применимость, то есть возможность применения знаний в практической работе. Одинаковое число респондентов ответило по 8%, что прежде всего необходимо предоставлять информацию в более понятной и простой форме, что нужно увеличить точность прогноза и детализацию по районам. Таким образом, полученные ответы возвращают нас к вопросу о практической применимости полученной информации. То есть прогноз должен излагаться просто и понятно. Необходимо предоставлять потребителю конкретные рекомендации по его применению. Аграрии также подтвердили, что несут очень большие потери в сельскохозяйственном производстве от неблагоприятных погодных условий. Согласно выполненного опроса, 23% сельхозпроизводителей в неблагоприятный год теряют около 40% потенциального годового дохода, а 15% полностью теряют урожай. Даже в обычный среднестатистический год потери от опасных погодных явлений у 15% фермеров могут быть от 10 до 40%. Это только подтверждает, что снижение урожайности не может быть показателем засухи, а применение агротехнологий позволяет сократить убытки даже в неурожайный год. Что же касается проблем мониторинга и прогнозирования засухи, сегодня в Национальной гидромедслужбе недостаточно используемых индексов для того, чтобы успешно ее прогнозировать. Стандартизированный индекс осадков рекомендован Всемирной метеорологической организацией для использования национальными гидромедслужбами, но он может показывать только количественную оценку дефицита осадков. Гидротермический коэффициент селянинова применяется для мониторинга засухи. Он может применяться и для прогноза, но позволяет прогнозировать только атмосферную засуху. Ни один из них не учитывает температуру поверхности почвы и воздуха, влажность почвы и воздуха и другое. Для разных природных условий должны быть предложены различные индексы. Желательно, чтобы обновленная методика прогнозирования засухи позволяла применять комплексный индекс, учитывающий максимальное число влияющих факторов. При разработке продукции рекомендуется максимально просто представлять информацию, при этом не утрачивая специфики прогнозов. Для разъяснения особенностей прогнозов следует разработать инструкции по применению агрометеорологических прогнозов, помогающих принять решение в соответствии с погодными характеристиками каждого региона. Результаты мониторинга и прогнозов засухи публиковать в едином бюллетене засухи на различных ресурсах с описанием и рекомендациями по применению, например, как использовать прогноз засухи и какие превентивные меры можно принять на его основе. Таким образом, предлагается выпускать для сельхозпроизводителей единый бюллетень засухи, которым упорядочить всю информацию, представляя ее в хронологическом порядке. Дополнить его аналитическими графиками и картами с мониторингами данными, которые могут быть очень полезны для фермеров. Также важно дополнять в бюллетень засухи инструкции по применению агрометеорологических прогнозов, помогающих принять решение в соответствии с погодными характеристиками каждого региона. Такие рекомендации могут быть предложены экспертами в области растениеводства, животноводства, питосанитарии, агрономии или почвоведения. Таким образом, бюллетень мониторинг засух будет содержать анализ погоды за предшествующий период и прогноз засухи на месяц. Такой бюллетень необходимо выпускать ежемесячно в течение вегетационного сезона с мая по август. Значительную часть бюллетеня должны составлять карты распределения средних и максимальных температур аномалий, сумм эффективных температур на конец месяца, карты распределения количества дней с максимальной температурой выше 30 градусов Цельсия. Также карты распределения сумм осадков за предшествующий месяц, количество дней с сильным ветром 15 метров в секунду и более, распределения влагозапасов почвы на последнюю декаду месяца. Также все карты должны иметь краткие и емкие пояснения. Кроме того, необходима информация о наблюдающихся засухах, если они были зафиксированы, прогноз засухи, разработанный на основе комплексного индекса по различным показателям. Обязательно должны прилагаться краткие пояснения к таблице и комментарии прогнозиста. Также предлагается включить в приложение объемные таблицы-гистограммы с индексами ГТК, СИО и другими и результаты расчета прогнозных характеристик. В заключении следует отметить, что реальный экономический эффект, получаемый потребителем от гидрометеорологической информации, зависит не только от ее качества, полноты, достоверности и заблаговременности, но и от того, как эта информация используется при управлении производством. Крайне важно предложить потребителю различные варианты по применению агрометеорологических прогнозов, помогающих принять мещение в соответствии с погодными характеристиками каждого региона. Агрометеорологические прогнозы и инструкции, как использовать прогноз засухи и какие превентивные меры можно принять на его основе, должны быть опубликованы вместе с прогнозами. Возможно, использование приложения Агродата. Такой подход может стать хорошей практикой, так как доступное изложение приносит больше пользы, нежели много сложной и трудно применимой на практике информации.